Обзор отеля Zanzibar Bay Resort и Paradise Beach Вот тут находится ресепшн, сюда вас привозят Ресепшн на улице, он общий для обоих отелей И, собственно говоря, вот тут справа продают экскурсии от отеля Нигит Здесь дайвинг-центр, стойка информации якобы, но никогда там никого нет И дальше есть два пути, если вы пойдете налево, попадете в Zanzibar Bay Пойдете направо, попадете в Paradise Beach По сути дела это один отель с одной территорией И пользуются все одними и теми же благами Вот, куда пойдем первым? Сейчас пойдем в Paradise Beach Мы там просто сами особо не были Еще тут есть обезьяна Здесь находится зона, где можно отыграть бильярд, настольный теннис И еще в футбол настольный О, вон она Да, пришла Как повезло, прямо во время обзора обезьяна упала здесь Вот она, смотрите Привет, не хочет общаться Дально отворачиваются? Вообще прикол Ну так вот, тут в принципе все Все, вот это ресторан Куда, собственно, все хотят есть Слева находится бар В котором тусовки проходят с 4 до 23.00 Здесь все собираются вечером Все остальные бары будут закрыты Значит, идем дальше Вот здесь такая лодка Это типа декорация Около пляжа есть туалет И несколько созерцательных мест Можно сесть просто на двоих и посмотреть на океан Вот это, собственно, основное место купания Вот, собственно, вот это вход на пляж Пляж находится на пирсе И в основном купаться нужно там Потому что, во-первых, там чуть глубже Во-вторых, здесь все затянуто тиной Вот Там три гамака Можно поваляться Сейчас прям чисто Вообще чисто Обычно это не так выглядит Не знаю, куда делась вся тина Но вчера ее было миллиард Тут просто Океан в отлив Сейчас тины меньше, чем обычно Но это значение не имеет Купаться все равно сейчас нереально Надо ждать, пока путь прыгнет Рекомендую скачать приложение Для контроля приливов и отливов Вы заранее будете знать, когда приходите Называется Now Tide Идем, собственно, в Paradise Beach Кстати, если кто хочет увидеть обезьяну Начащий с улок Где-то 8 утра там тусуется Ну, видимо, расписание есть какое-то Определенное Вот здесь в Paradise Beach есть лежаки Около моря Там вот пляжик На который можно выйти Вот такие корпуса Здесь качели В которых мы катались В деревьях весят качели И Собственно, по кругу Здесь Корпус В середине находится бассейн И бар Иногда здесь бывает анимация Там место, где будет проходить анимация Указывается на специальном стенде Около столовой Вот это бассейн На этом, в общем, отеле С этой стороны заканчивается Ну, это часть отеля, по крайней мере Говорят, что Зензибарбе и резорте Лучше номера, чем здесь Потому что они новее Но мы это не можем подтвердить Потому что мы тут не жили Мы живем в Зензибарбе О, какая-то красивая желтая птичка Ничего себе Что-то нам прям везет Да? Конечно Тут висят гнезда Прикольно Здесь висят гнезда Каких-то птиц красивых Желтеньких А говорят еще, что На крышах вот этих вот корпусов Были замечены лемуры Мы их не видели Но вполне вероятно Живности тут масса просто Сегодня у нас геккончик был в номере Вон еще желтая Много Да, красивый птиц Ну, продолжаем наш путь Идем в сторону Другой части отеля Зензибарбе и резорт Вот такой еще один выход Из той части отеля Здесь находится ресторан И вот здесь на этих табличках Написана информация Необходимая О том, во сколько завтрак Обед, ужин, завтрак С 7 до 9.30 Ланч Сейчас вот до 2.30 И ужин с 7 до 21.30 Есть еще а-ля-карт В а-ля-карте саране Можно покушать разной другой еды Которую обычно не подают Но заплатив деньги Вот здесь, например, лобстер меню Здесь червь, рыба Ну и так далее Вот на этом стенде Вы найдете информацию о том Какая сегодня будет анимация Собственно, по ресторану все По ужин, обед И завтрак Вы увидите отдельными видео Идем с Ниндзи Барбей Просто мимо пробежала А где мы еще поснимаем Редкий случай, когда мы Ее застали За 9 дней второй раз мы ее видим Мы вернулись к тому бару И вот там Сейчас покажу Где-то в районе 5 часов Во сколько дают пиццу? 3? 5? 5 часов по-моему Начинают делать очень вкусную пиццу На самом деле она настолько вкусная Что прямо удивительно Для отеля прям шикарная Ее делают в печи И тут стоит огромная очередь Но можно на самом деле не стоять в этой очереди А просто прийти позже И без очереди нормально взять Вот здесь это проходит Вот печь А это собственно ресторан а-ля-карт Вот то белое здание Это просто лаун Тут много всяких зон отдыха Где можно просто посидеть Вот ресторан а-ля-карт Не особо пользуюсь популярностью Можно выйти просто на пляж Можно вот здесь на лежаках Сегодня море красивое Сегодня прям море вообще крутяк Здесь находится магазин Где можно купить сувениры Но не рекомендую их покупать здесь Найдите где-нибудь в другом месте Там точно будет дешевле Вот Тут детский бассейн Это рядом с ресепшеном И начинаются корпуса Уже в Зинзибарбей Хотя нет Это все еще территория парадайса Вот за этой рамкой уже в Зинзибарбей Да Это все еще парадайс А вот он для барберизор Территория Здесь туалет Здесь делаю смазан Да А что делали там? Там браслетики все пройдут Там один бассейн Мы точно все пройдемся Идем сначала в верхний Тут живет два кота Не очень приятные наружности Но не докапываются Вот такая вот красота Смотрите Вот Слева значит Один бассейн Ну слушайте там И вокруг него корпуса Там есть бар Он в этот раз Вообще ни разу не работал Вокруг корпус В середине бассейн Бассейн глубокий Метра Три с половиной Наверное Начинается мелко А потом резкая глубина Вокруг лежаки Можно полежать Мы живем как раз в этом корпусе Но есть минус в том Что нужно ходить В бар Вниз Мы сейчас пойдем В этом бассейне Вот Больше тут особо Нечего показывать Есть души Вот эти Души После пляжа Но мы правда Их ни разу не использовали Поэтому не могу сказать Работают они или нет Идем дальше Вот Тут идет переход С верхнего бассейна В зону нижнего бассейна И здесь Проходит Собственно Вся жизнь С утра И до 4 Или до 6 Сейчас посмотрим С одной стороны Мостик Вторая сторона Тоже лежаки И второй корпус Вторая часть корпусов Отеля Забарбей резорт Бар открывается в 10 Закрывается в 7 В 7 Тут написано В 7 Ну по факту Может и в 6 Но там написано В 7 У них на расписании Хороший дружелюбный персонал Баров Вообще Ни в чем не отказывают Единственное Что алкоголь Чистым вообще не наливает Поэтому Придется Пить коктейли Других опций нет Видим Это того Что русские приехали Вот здесь столики Собственно Все Скажи Как тебе вообще отель? В целом Хороший Нравится? Да Но единственное Что питание Сказноват Если вы любитель Поесть хорошенько То это не здесь Еда немного Она кажется вкусная Вся В принципе Что вы пробовали Но Выбора очень мало На то алкоголь нормальный Весь Местный Локальный Алкоголь Весь Воружит Ну да Но все равно Надоедают Эти коктейли И лимонад А сока тут нет И не купить его Ну как бы Можно купить за 5 долларов Фреш Ну я думаю Что запивать Лишь не будешь Фреш Вот в этом Лимонад Это да Надоедает Легко Ну и пляж Конечно Пляж тут Мягко говоря Не сильно Для места этого отеля Сейчас просто Красиво выглядит Но по факту Обычно он вообще Не такой Ну Нам надо смотреть Фот И видео Чтобы понимать Туда едешь Да Обязательно И если именно Очень хороший пляж То это не сюда Едьте в Нугви Или в Кенду Там штат Есть вариант Отсюда ездить На Публичном такси Автобус собирают Всех людей На этом такси Везет Типа Целую толпу людей На хорош пляж Можно съездить Стоунтаун Недорого Можно на Паджо бич Как раз Вороший пляж Короче Варианты есть Даже здесь Съездить Просто Не очень удобно Что в самом отеле Пляж не очень То что вы на этом Видео видели Далеко не всегда Происходит Съездить 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 Такие штуки Такие штуки Что-то Типа Тостов Непонятно С чем Вареные яйца Картошка Типа Вон там Делают яйца Вот Съездить Только тут еще Фрукты Дают Типичный завтрак Яйца С сосисками Или чем-нибудь Там Бобами Какими-нибудь Блины И тут есть Тосты Еще можно Делать Вот Вот И все Сейчас Посмотрим Схотики Сейчас Обед Кстати В отеле Луковый суп Французский Хоть здесь Попробуй Луковый Французский Суп Куча Булочек Всяких Пицца Навсегда Есть Но мы Не нагнеем Ты еще Дальше Отойди И говорить Лучше Будет Слышно Там Картошка Херпес Какая-то Непонятная Рис Томатной Пасте Овощи На гриле Кабачки У нас Укра Карри А это Какая Свеобразная Штука Вот это Я поем Это Для Макарон Хорошо Она Еще Из Чили И Сладкая Курица Классно В соусе Ну Выбор очевиден Я буду Ездить суп И пасту Так Ну Складочки Показывать Наверное Хотя Не знаю Еще Гляну Что там В обед Наливают Сангрию Желтую И красную Здесь Вот Ничего Такие штучки Есть Смотри Вот эти И Вон Там Шоколадный Каканчик С фруктами Салатики Всякие Сухарики Прикинь Сухарики С зеленью Не понятно Просто можно взять Морковь И покушать Ну То есть Можно самому Собрать Салат Короче Всякие Соусы Оливки Не понятно Что Мук Есть Какой-то И Здесь Есть Две Зоны Есть Две Зоны Где Можно Кушать Вот Этот Сам Зал Одна Уличная Зона Они В принципе Равнасильны То есть Ничем Особо Не отличаются Эти Уличные Зоны Вот Там Можно Посидеть И Вот Тут Можно Посидеть Он Как И так Выбор Невелик Но Достаточно Нас Прервали Короче Тут На Обед И Ужин Есть Два Вида Сангрии Белая И Красная Сейчас Продегустируем Компот Компот С добавлением Небольшого Количества Алкоголя Тоже Нет Да Тоже Компот Короче Компот Но На вкусненько Достаточно Можно Пить Что Это Такое Горчица Просто Лежит У нее В Мисочке Кристина Решила Походу Какое-то Фруктовое Пюре С Манго Где Вкусно Стообразно Что-то Хрустит На Зубах Песок Надо Добавили Песочку Это Химички Какого-то Фрукта Вкусно Вообще Короче Если вы будете На двоих Брать Пасту Говорите Что на одного Потому что На двоих Не Ну Если вы Сильно Любите Пожрать Конечно Берите На двух Персон Для нас Реально Это Одна Тарелка Это Как На Четверек Да Есть Вот Арбузная Водичка Нормальная Так Обзор Ужина Посмотрим Что У нас Сегодня Есть Суп С Курицей И Кокосом Булочки Масло Какие-то Что-то Типа Пиццы О Рыба Первый раз Это Что за рыба Рис Овощи Различные Шпинат Лапша Кстати Нормальная Но Удон Похоже Чикен Карри И Картошка Непонятно С чем Нормальная На Коршочках Здесь Подогревается На свечке Неподписанное Что-то Разные Какие-то Блюда Обычно Подписаны Сейчас Чуть Не подписаны По сладостям Все примерно Как Пошло Есть такие Есть Овощи На раздаче Макароны Макароны Как обычно И фрукты Здравствуйте Ребяточки Мы решили записать Те темы Которые в роликах Не участвовали Для того Чтобы закрыть все вопросы О Значит А ты что Не будешь Нажимать? Ну А там Может Что-нибудь Добавлю В общем Короче говоря Солнце На Занзибаре Просто жесть Особенно На Нунгви Если поедете В первый же день Покупаете себе Костюм Белый Такой С капюшоном Вы увидите Там все в них Ходят Потому что Это будет Ваша главная ошибка Если вы этого Не сделаете Вы сгорите Просто за один Час Так Что потом Будете страдать Полотпуска Потому что Солнце Очень жестко В принципе Палит И Плюс ко всему Отражается еще От песка Песок очень белый Поэтому Либо Сразу привозите Что-нибудь Закрытое Но у меня Лично Моя толстовка Не сползла Я купил Специальную толстовку Но у нее нет капюшона И шея была не закрыта Шея сгорела моментально И руки Вот эти вот места Сгорают очень часто В интернете На ютубе Есть Две женщины Которые ездили Занзибары Одна из них Когда обожгла себе Вот эти места Ходила в носках Так что Ну Там просто Легко обгореть Потому что Там Пока идешь От отеля К морю Точнее От океана К готелю В кафе Там на пляже В основном Убирают Ну и все равно Значит Следующее Отливы Если вы едете В любое место Кроме Нугви Отливы Будут играть Для вас Хотя в принципе И в Нугви Тоже Достаточно важную роль Если Вы приехали Например Как мы В Уро То отливы Здесь достигают 2-3 километров И Вам Необходимо Контролировать Через приложение Которое сейчас Где-то здесь Появится Я его добавлю Не знаю В описание Либо прям Название называется Now Tide По нему Можно Непосредственно В день Когда вам нужно Бесплатно Посмотреть В какой Момент Времени Море будет Ну океан А какой Оно уйдет И можно Будет купаться Вот Дальше Что еще Алкоголь В нашем Конкретно Отеле Весьма Неплохой Как оказалось Он практически Весь заграничный Вы думали Что он местный Неплохой Оказалось Что Джин Реально Английский Виски Правда Индийский Ничего страшного Потом Ром Бельгийский И что еще Там было Водка По Польской А водка Водка Польская То есть В принципе Это все Заграничный Алкоголь И наливают Нормально Единственное Что не наливают Чисто Потому что Русские Видимо Поначалу Натворили делов Короче И теперь Не вариант Теперь наливают Только коктейлями Если вдруг Вы не любите Лимонады То вам не повезло Потому что Здесь только Одни лимонады Соков нет Ничего нет И Везите Откуда-нибудь Самостоятельно Есть только Инвайты Типа Растворимый Порошковый сок Который тоже Не фонтан Обычно Соку мы даже В магазинах Не видели То есть Его тупо Походим Нет Да Чистая лимонада И вода Без граждан Вот Если хотите Брать экскурсии Не берите Их у гида На пляже Ходит Человек Синий футболки С надписью Кока-кола Сам себя Называет Кока-кола У него есть Бумажка Который Кто-то Написал Ему отзыв Он ее Отксерокопировал И всем ходит Раздает О том Какой он Хороший Прекрасный Мы у нее Сначала Заказали экскурсию Потом съездили В Нунгви И взяли Ту же самую Но там А потом Отменили Но все Кто берет Здесь Все довольны Поэтому Можете брать Этого Но не едьте Ни на какие Водные экскурсии Потому что Это вообще Хардкор Если вам Не повезет Как нам И вы будете Ездить На лодочке По волнам То не факт Что вы Вернетесь А если вернетесь То впечатлений Будет масса Особенно С детьми Не стоит Вообще Ехать Вот И последнее Занзибар Это место Где Практически Нет никаких Благ цивилизации Именно Современных Благ цивилизаций То есть Большинство Местных Людей Ходит С кнопочными Телефонами И если Например У вас возникнут Проблемы Наподобие Наших У меня Например Кончились Стики Если вы Используете Системы Нагревания Табака Глова Айкос Чего угодно Обязательно Запасайтесь Ими заранее И С запасом Потому что Если они у вас Кончатся То вы Здесь не купите Но есть Конечно Вариант Через Таксиста Нам предлагали Одну пачку Айкос За 15 долларов Потому что Для того Чтобы ее Добыть Нужно ехать В Стоунтаун Это вообще Другой город И там Через Каких-то Перекупщиков Ее где-то Искать То есть Самостоятельно В Стоунтауне Ее тоже Не найдете Вторая проблема Когда мы Стерли Три дня Видео На SD карте Случайно К сожалению Перезаписывать Эту SD карту Мы не можем Ну вернее Это рисково Потому что Я планирую Восстанавливать Эти видео А значит SD карту Ид использовать Не могу Но моя камера Экшн камера Она требует Быстрых Карт памяти И в Занзибаре Как нам сказали Их вообще В принципе нет Во-первых Они здесь Очень малого Объема В целом В основном Все используют 4,8 Максимум 32 Мы видели И вы Скорее всего Нигде не найдете Быструю SD карту Может быть Только в Стоунтауне Это будет Реальная проблема Так что Берите с собой На всякий случай Запасные Аккумуляторы SD карты Все то Что может сломаться Выйти из строя Или какие-то Инновационные штуки Типа Айкос Вы тут тоже не найдете Потому что Тогда не сигарета Даже если Какой-то Специфичный бренд Сигарет Курите Вам необходимо Тима точно будет Его брать с собой Потому что Тут вы не найдете Тут до сих пор Продают Сигареты В мягкой пачке Как-то так Ну и кстати Если кому-то важно Будет Кто будет Именно в этом отеле Если захочет Каких-то морепродуктов Потому что В отеле Их практически нет То Выйдя из отеля Получается Перунуть направо Пройти немножко И с левой стороны Будет такое Хижина Просто хижина А-ля кафе В нем можно купить Креветок Омара Осьминога Там Ну короче Всякие морепродукты Если они есть По факту То есть надо узнавать И готовят В принципе неплохо Мы брали нормально Живо не отравились Можно взять с собой Можно взять Типа упакуют Контейнеры Такие Фольгированные Типа У меня Будет все еще теплым Принести в отель И поесть Омар Плоский Нам стоил 16 долларов И плюс Еще креветки Но если честно Эти креветки Были настолько Большого размера Я не уверен Что это креветки Это больше лангустин Или что-то вообще Другое Но они были больше Чем ладонь Вот такого размера Она была в почищенном виде Вот такой толщины То есть это прям Мощная Что-то Стоят они 9 Я предполагаю Что мы просто Узнали о этом ресторане Через таксиста Нас возил таксист И мы спросили Где можно взять Потому что в отеле Лобстера поесть Стоит 35 Долларов Да 35 долларов Он сказал Что здесь недалеко Пойдем покажу Отвел нас в это кафе Оказалось что там 16 Но на самом деле Скорее всего Можно торговаться и дешевле То есть мы уже Неоднократно было так Что мы думали Что мы берем Это все по выгодной цене А по факту Оказывалось Что еще чуть ли не в два раза Можно цену скинуть Еще как выяснилось В нашем отеле Есть еще какой-то Короче сеть отелей Это наш отель И еще какой-то Я не помню Как он называется То есть туда можно Подойти на ресепшн Сказать что хотите Съездить в тот отель И вы с нашим браслетом Можете поехать В этот отель На целый день И там же питаться Отдыхать Купаться Мы не были Но люди говорят Что там классно Круче чем Занзибарь Бэй Резуль Браслеты кстати говоря Превращаются В такую кашу Примерно через день Это уже Третий или четвертый Браслет Который мы меняем Так что Имейте ввиду Но правда Ничего страшного не будет Если вы его потеряете Где-нибудь в море Вы просто придете Скажете номер комнаты И вам дадут новый Вот на этом все Пишите в комментариях Вопросы Мы тут уже шарим В этом отеле Стоунтаун мы не поедем На Черепаший остров Мы тоже не поедем Потому что Во-первых Мы на ютубе Насмотрелись уже Миллион этих роликов И это просто неинтересно Но зато мы съездили В пещеру Куза Кейв Туда рекомендуем Просто таксисты Берете Говорите Куза Кейв Нам стоило 35 Возможно Можно дешевле договориться Это туда-обратно То есть Нас возят в пещеру Там классно Там Ну Увидите В наших роликах Очень как-то Собственно Все Таксисты Тут море Они все стоят На выходе Есть такси Внутреннее То есть Можно Прямо Они сидят Там Где экскурсии Продаются В самом отеле Там дороже И они особо Не торгуются А те Которые на улице Торгуются Очень даже неплохо И вообще Через них Вы можете узнать Много интересных вещей То есть Если вам нужно Что-то достать Вот как например Ну элементарно Я ходил по отелю И спрашивал Где я могу взять Айков Мне все говорили Вообще нигде Его в Занзиваре Не существует На самом деле В большинстве Своем достать Можно наверное Почти что угодно Просто стоит Это будет Каких-нибудь бешеных денег Типа 15 долларов За пачку экс Я лучше Пожалуй Курить не буду Чем 15 долларов Для этого заплачу Так что Лучше всем Запасайтесь заранее Как-то так Кокос Говорят на пляже Три штуки За 2 доллара Можно договорить А сколько стоило В Нунгве За 2 балла Покупали А в Нунгве За 2 1 Ну это на самом деле Тоже Тут цены Имеет очень Такое посредственное Значение Ценников Магазинов Почти нигде нет Можно договариваться Вообще Практически Где угодно И Типа Это будет нормально Просто я не любитель Торговаться Я просто скидываю Цену на треть И они всегда Сразу соглашаются Мне такой подход Устраивает И все Ну все Торговариваю Продолжение следует...